Приветствую вас, Яна. Давайте разберем ваш вопрос. Наверное, в первую очередь, я бы поработал с чувством вашего стыда, который у вас смеет место быть, потому что, как мне кажется, как мне думается, здесь такой один из ключевых, наверное, моментов. Вот, потому что чувство стыда, это, собственно, как мне видится, такая своего рода подавленная злость, подавленная обеда. Вот, некая такая подавленная, может быть, болезненность, вот, и, соответственно, вам это, конечно же, мешает. То есть вот это вот то, что вы себе подавляете, скорее всего. Вот, поэтому идея здесь заключается в том, чтобы вам поработать, в первую очередь, с тем и с вашими чувствами, которые вы, скорее всего, сдерживаете, отказываясь некоторые моменты признавать, отказываясь для себя, ну, включать в реальность, вот, то есть вот ту реальность, которая есть у вас. Вот, ну, в данном случае речь, конечно, идет о том, что вы, если вы ругались, значит, за что-то на свою дочь, вот, то, ну, скорее всего, и наверняка причины у вас для этого были. Важно, как мне кажется, признать, вот, признать, что, ну, признать, что вот эта вот болезнь, она есть, да, признать, что что-то вам неприятно, например, признать, что что-то вам не нравится, признать, что что-то вам тяжело, ну, и признать, что ваша дочь этого где-то вас злит, вот. Мне кажется, что одна из самых серьезных проблем заключается в том, что человек, ну, в данном случае родитель, не может как-то признать, что его злит, ну, ребенок, вот, его ребенок его злит. Вот, а ведь это нормально, абсолютно, это абсолютно нормальная история, что, э-э-э, что ребенок можно злить, вот. Нормальная история злится на ребенка, злится на... на него испытывать злость, на него и так далее. Это абсолютно нормально. А вы этого, судя по всему, не признаете. Вот, и ругаясь на ребенка, вы, ну, проявляете то, что сдерживается вами, вот, как мне. Качество. Я могу ошибаться, конечно, но мне вот так это видится. И, в первую очередь, я бы поработал с этим. А дальше уже, когда вы, может быть, признаете, что вы можете злиться. Вот, например, когда признаете, что у вас могут быть негативные эмоции, негативные переживания. Вот. Вы сможете донести это до ребенка. Ну, мне так видят. И тем самым начать проживать обиду. И искренность, понимаете, вам не хватает искренности. И, в первую очередь, искренности, как мне кажется, нужно учиться вам. В первую очередь. Ты уже потом, дальше, на мой взгляд, у вас все пойдет, ну, само собой. Вот, примерно, то, что я хотел бы вам сказать, примерно, то, что хотел бы вам ответить. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. А, вот. То есть, ребенок, это такая вот, ну, своего рода производная от того, что делаете вы. И, соответственно, если вы не искренне, то ребенок это почувствует. Рано или поздно, так или иначе. Вот. Хочется ли вам, хочется вам этого или нет. Вот. Стыд вам, на мой взгляд, ну, так же для чего-то нужен. Вот. Ну, то есть, я имею в виду. Стыд – это вот результат подавленных ваших эмоций. Вот. И, как бы, уметь выражать стыд, а точнее, то, что идет за ним, идет, условно, там, вместе с ним и прочее. Вот. Это очень важно. И задача психолога научить вас это делать. Вот. Это первое. И второе – это, ну… у меня положилось впечатление, что вы одна впитывает ребенок, ну, по крайней мере, без… отца. Вот. Мне так показалось. Угу. Я могу аспорт, аспорт. Конечно. Ну. И так, попробую. Если это… действительно так, то я бы рекомендовал вам… эм… этот, по-моему, момент тоже выслежает. Ну, то есть… Вполне вероятно, что в какой-то степени это следствие. Не обязательно, конечно. Стопроцентное следствие, но очень может быть. Вот такой ответ я хочу и могу вам на данный момент предложить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что у вас появится желание поделиться обратной связью в ответ на мои мысли. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!